Летом 2021 года на межрегиональном агропромышленном форуме День Сибирского поля компания Рослимаш впервые показала две свои самые главные новинки этого года. Это самоходная косилка КСУ-2 и зерноуборочный комбайн Т-500, о котором мы как раз и поговорим в данном видео. Приветствую всех на канале Лантек. Новый комбайн предназначен для уборки всех основных видов культур. Благодаря системе обмолота с двумя барабанами, эта модель успешно справится с уборкой на сложных агрофонах, например, высокосоломистых, влажных или засоренных. Т-500 способен намолачивать до 30 тонн зерна в час, а за сезон он сможет собрать урожай с площади более 1300 гектар. Необходимость в создании данной машины возникла в результате высокого спроса на двухбарабанный комбайн 6 класса. За основу для создания комбайна Т-500 был положен уже давно знакомый двухбарабанный комбайн 7 класса РСМ-161. Но давайте разберемся с его ключевыми особенностями и характеристиками немного подробнее. Комбайн Т-500 рассчитан на работу с сжатками для уборки различных культур, максимальной шириной захвата 9,4 метра. Наклонная камера комбайна Т-500 транспортерного типа, с цепочно-планчатым транспортером. Он подает массу сразу на молотильный барабан. Здесь мы видим первое отличие от комбайна РСМ-161, у которого транспортер наклонной камеры подает массу на ускорительный барабан и только после этого масса попадает на молотильный барабан. Грузоподъемность наклонной камеры составляет 3500 кг. Быстрое присоединение и отсоединение адаптеров к наклонной камере производится благодаря единому гидравлическому разъему. Для удобной и более качественной работы наклонная камера оснащена гидравлической системой копирования рельефа поля. Она не требует какого-либо дополнительного переоборудования при уборке различных культур. Обмолот комбайна это уже знакомая и зарекомендовавшая себя система тетропроцессор, которая бережно и полно вымолачивает зерно и минимально травмирует солому. Но тут мы видим следующее отличие. Это ширина молотильного устройства, которое составляет 1500 мм. Напомню, что у комбайна RCM161 этот показатель составляет 1650 мм. Высокоинерционный молотильный барабан имеет диаметр 800 мм. Диаметр барабана-сепаратора 750 мм. Частота вращения молотильного барабана изменяется от 300 до 920 оборотов в минуту. Общая площадь активного молотой сепарации составляет 3 квадратных метра. Система очистки Optiflow представлена двухкаскадным решетным станом общей площадью 5,8 квадратных метра. Опционально доступна продольная система компенсации уклонов для системы очистки при работе на склонах. В системе очистки используется двухпоточный турбинный пятисекционный вентилятор, частота вращения которого изменяется от 300 до 1200 оборотов в минуту. Настройка зазоров под барабанья и решетного стана производится при помощи электроприводов из кабины оператора. А решета имеют также дублирующие переключатели, расположенные над левым задним колесом. Сепарация обмолоченной соломы производится на соломатрясе, который оснащен шестью клавишами. Общая площадь очистки соломатряса составляет 5,3 квадратных метра. Домолачивающее устройство автономного типа. Опционально комбайн может оснащаться системой оценки, поступающей на домолот массы. Зерновой элеватор, увеличенный пропускной способностью по сравнению с RCM-161, позволит машине работать с максимальной производительностью даже на уборке кукурузы. Измельчительное устройство соломы представлено двухскоростным измельчителем-разбрасывателем, способным работать с различными типами культур. Включение и выключение измельчителя-разбрасывателя производится из кабины оператора. Опционально комбайн может быть оснащен системой регулирования ширины разбрасывания соломы с панели управления из кабины оператора. Также опционально возможно оснастить комбайн гидравлическим полово-разбрасывателем. Вместительный бункер комбайна Т-500 объемом 10 тысяч литров имеет вибропобудители и усовершенствованную систему выгрузки, позаимствованную у комбайна Торум 785, который позволяет разгружаться со скоростью 120 литров в секунду, а пиковая же производительность составляет 125 литров в секунду. Полный бункер освобождается гарантированно менее чем за 2 минуты. Внушительная длина выгрузного шнека позволяет выгружать собранный урожай в транспортные средства, работая с сжатками шириной захвата более 9 метров, а высота выгрузки составляет более 4,8 метра. Опционально бункер может быть оборудован системой влагозащиты. Двигатель комбайна Т-500 также позаимствован с комбайна РСМ-161. Это 6-цилиндровый дизельный двигатель Cummins QSL 8.9, который развивает мощность в 360 л.с., а также имеет внушительный запас крутящего момента в 25%. Для доступа к моторному отсеку применена съемная алюминиевая лестница. Запас топлива содержится в баке объемом 850 литров. Как и все комбайны производства Россельмаш, Т-500 оборудован воздушным компрессором, ресивером на 100 литров и пневмовыходами для присоединения продувочного пистолета. С целью снижения трудоемкости обслуживания комбайна на него может быть опционально установлена автоматизированная система смазки. Высококомфортабельная кабина комбайна Luxury Cup имеет ширину почти 2 метра и внутренний объем 4 кубических метра. Она имеет панорамное остекление с площадью более 5 квадратных метров. Комфортное эргономичное кресло предусмотрено как для оператора, так и для пассажира. В кабине имеется система климат-контроля. Предусмотрено немало мест для хранения одежды и личных вещей. Имеется также большой холодильный отсек для воды, зеркала заднего вида с электрической регулировкой и подогревом. В правый подлокотник кресла оператора встроена эргономичная панель управления системами комбайна. На джойстике расположены кнопки управления функциями, требующими быстрого реагирования. На комбайне применена новая информационно-голосовая система оповещения Advisor 4 с сенсорным цветным дисплеем, встроенной мультимедийной системой, радио и поддержкой флеш-накопителей. В качестве дополнительной опции можно установить камеру видеонаблюдения за зоной выгрузки и камеру заднего вида. Опционально комбайн может оснащаться системой автовождения Agrotronic Pilot и системой картирования урожайности RCM карта урожайности. В базовой комплектации комбайн поставляется только с передними ведущими колесами, но по отдельному заказу он может быть полноприводным, а также оснащаться защитным поддоном для работы в особо сложных условиях. Немаловажным показателем комбайна T500 является его дорожный просвет, который составляет 500 мм. Внешние панели комбайна стали гораздо легче, так как выполнены из пластика. Габаритные размеры комбайна без жатки составляют длина 9890 мм, ширина 3500 мм, высота не более 4000 мм. Вес комбайна без жатки топлива 16200 кг. Уже в этом году первые комбайны T500 отправились собирать урожай на полях нашей страны, поэтому с нетерпением ждем отзывы о реальных показателях нового российского комбайна. Ну а в одном из следующих видео на канале мы сможем познакомиться с этим комбайном в реальных полевых условиях. Не забудьте поддержать канал подпиской, а также комментарием к видео. Благодарю за просмотр. До скорых встреч!